ребят сегодня будем готовить с вами субюрек обычная мука пшеничная полкило приблизительно взяли соли сейчас я вам покажу вот столько приблизительно взяли масло растительного буквально две ложки 2 столовых ложки масла и 4 яйца замесили тестушка мука если понадобится я буду добавлять молоко тоже нам нужно чуть больше половины стакана и возьму сейчас посмотрю чего нужно будет я добавлю либо муки либо молока и замесить нужно тесто обычная пшеничная мука субюрек классический турецкий бюрек пирог очень вкусно наверняка многие из вас приезжая на курорт турции пробовали водяной пирог можно перевести буквально теперь мы будем подсыпать учечку достаточно сколько мне нужно будет я нужно замесить тесто ну как замешивать тесто я думаю все вы знаете это процесс не быстрый поэтому давайте я за замес произведу потом к вам вернусь хорошо ребята значит ребят замесила я тесто раскатала его минут 10-12 я его месила вот такое тесто у меня получилось делим его на равные части приблизительно вот такие значит три три десять штук у меня получилось добавить добавить и вот сюда вот добавляем шарики вот так делаем и добавляем шарики в общем вот так накатали и добавили каждый шарик нужно раскатать сейчас мы с вами начнем катать я катать конечно хорошо как турчанки не умею красиво ну как получится девочки как умеет так и покажу тоненько чем тоньше тем лучше девочки нужно раскатать наши тесточка все лишним клубе и вот эти вот все кругляшки нужно раскатать у меня вот такой противень сантиметров 40 около 40 вот на этот я буду делать раскатывать свои вот эти лепёхи турчанки катает вот так девочки но я так честно говорю я так не умею это нужно тренироваться годами как известно тесто сейчас готовое можно купить даже для этого бюре к субернии решила показать как делают деревнях да и многие в городах тоже делают это в общем процесс девочки очень долгий я один только вам покажу остальные сама доступна на катай не хочется вас девочки задерживать катать нужно хотя бы один покажу страшно то что будут дырочки это неважно это еще не все мы будем с вами слегка обваривать кипящей воде в общем приблизительно вот так будет вот такие вот штуки накатаем с вами несколько и приблизительно все будем дальше катать девочки значит воду обычную воду из под краном поставим она должна у нас кипеть и вот мы накатали с вами такие вот лепёхи и 10 что все их можно немножко растягивать на этот противень он большего нужно будет же я вам покажу как укладывать каткат слой-слой суперей будет понимаете пусть лучше будет больше кругляшок теста от ипси форма противень будет меньше размер противень а меньше ювка это называется вообще по турецки ювка побольше вот такие стандарты первый слой мы укладываем сухой но вначале забыла нужно смазать маслом сейчас смажем маслом пока вода закипает с вами смажем маслом хорошенечко противень и бортики тоже хорошенечко нужно смазать не жалейте все и положить первый сырой кругляк ювка тестушка вот сюда сюда поближе подойти и вот так вот уложить я оно должно вот так вот как гармошечка быть у вас чем больше гармошечек будет в тестушки тем оригинальный рецепт будет приближем настоящим турецком судоре и все следующие пласты ювка вот эти наши лепехи мы их будем варить мы должны варить и затем в холодную воду сейчас я холодную воду наберу вам покажу значит я взяла пачку сливочного масла вы можете взять только сливочное масло я хочу половину наполовину сделать сливочное масло и оливковое масло все это я сейчас растоплю нам это надо раскопить а это уже закипает вода дальше нам понадобится холодная вода и дуршлаг сейчас вода закипит их с вами приступим также нам понадобится с вами сыр либо брынза для начинки вот я смешаю блендеровала можете на терке начинка может быть любая ребят ну тубери тубери делается без по-турецки это брынза по-русски значит так как у меня мало ее я решила еще кашар добавить пенир каша все и вот в процессе я буду добавлять эту вот этой начинки я буду добавлять сейчас мы это первый слой слегка смажем маслицем слегка девочки слегка вот этот сырой ювка основание наш слегка мы смазали и вода у нас закипает и мы будем наши лепешечки слегка их потянем чуть-чуть покажи как я тяну лепешечку лепешечки ухтайчик чуть-чуть лепешечки потянем и вот сюда будем опускать девочки буквально одну-две минуты мы должны ее проварить эту нашу лепеху сейчас я вам покажу ну это и катание вот этой лепешечки левка и потом сварить су бюри водяной бюрек отсюда название из-за того что тесто получается мягкая вареная все теперь это тесто даже вы не бойтесь что она у вас будет рваться можно даже взять и холодную воду быстренько опустить здесь расправить выжить положить сюда пусть стекает тем временем сейчас я вторую лепешечку опущу вторую лепешечку растяну ее также предварительно поправлю краешки и опущу водичку и вот так все нужно сделать первый слой нижний у нас сырой и сверху мы тоже сырой положим у у меня 10 слоев значит 8 из них будет вареные то же самое опять варим вот так вот это моментом буквально понимаете девочки моментом все закипело и сразу вытаскивается конечно если тесто совсем будет тонкая тогда это буквально секунды какие-то должны быть у вас обязательно в холодную воду чтобы она потом не слипалась и можно периодически воду менять все все девочки и вот эти бюреки потом лепешечки вот эти вот так раскладываем вареные вот эти вот ведь они у нас какие получаются большие такие со складочками бюрек должен быть со складочками девочки вот так все опять смажем так слегка слегка смажем и положим еще слой все опять смажем и положим сейчас начинку буду немножко убавим положим сейчас вот сюда начинку начинка должна вообще в субери она должна присутствовать она не должна быть обильная слегка слегка чуть-чуть что вроде бы она там есть ну и и в тот же момент ее груди нету да сынок собери такие пироги мало начинки должны быть но это на любителя вообще мой муж не любит много начинки поэтому девочки я делаю все опять продолжаем каткат накладывать вот так вот ребят видите она рвется конечно от моих пальчиков можно тянуть тесто знаете у вас должно быть вот такое если вы можете тоньше раскатать будет еще лучше больше размер еще прекрасней я вот раскатала так как могла все воду я меняю через каждых две закладки две поварю вот здесь сполосну вот в этой воде споласкиваю выливаю новую наливаю опять две штуки сполоснула здесь выливаю новую воду заливаю вот здесь у меня уже два слоя сыра есть один слой второй слой мне еще пять штук осталось сюда заложить здесь у меня пять уже есть сейчас еще пять заложу и вам покажу каждую лепешку я смазываю ювка смазываю маслом и сыром посыпаю через каждых две штуки я посыпаю сыром все ребята продолжаем делать дальше вот значит смазала я маслицем заложила опять сидеть уже как гармошки тут у меня получились это очень даже прекрасно опять смазываю маслицем это вот девятая штучка у меня вареная ювка наша домашнего производства для субере и и последний сыр добавляем немного ну сколько есть его до конца нужно добавить может даже и много но делать нечего вот так заложили ты здесь постой и сырой слой последний должны завернуть как получится ребята завернуть так слегка все вот так вот мы его туда трамбовали трамбовали прекрасно все видите смазать маслом опять яйцом нет яйцом вообще-то не делаю если хочется очень сильно делаете яйцом сверху маслицем смазать нужно и в духовку какая у вас духовой шкаф какой для пирогов на сколько градусов вы печете двести двести сто восемьдесят меня на сто восемьдесят до готовности ну минут сорок будет печься пирог тридцать все девочки ставим в духовку девочки вот получился наш бюречек масло вот здесь стоит вот здесь хочешь переверни муж предлагает смазать ему хорошо давай покажешь как делать вот это масло как раз вот у нас осталось покажешь буквально две ложки как получилось девочки его вообще нужно закрутить чтобы он помягчил фолиум обернуть и хотя бы минут пять-десять чтобы он постоял по мягчества сейчас твердый мягкий 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 не его сейчас он как шуфарик он должен быть выпечку же мы закрываем нормально так бывает ну давай вытаскивай на стол сдасту девочки муж говорит его вообще вытаскивают и потом и переворачивают мы можем на на большое на большой противень сейчас я я сделаю сейчас нет не на этот не на этот нет 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 не на этот вот так подержи не на этот не на этот я не смогу перевернуть как ты предлагаешь переворачивать просто так нет надо было не так нам сверху перевернуть а вдруг не отойдет не знаю вот все при вас ой боюсь 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 ой его 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 и постучать надо муж на кухне называется давайте девочки скубери смазали сверху я предлагаю вот я бы его не переворачивала я бы его закрыла фолиум пике каким-нибудь полотенчиком бы накрыла он вообще отходил хорошо немножечко 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 вот девочки вот девочки вот моя фолиум приготовил что мне вот попробую соли маловато девочки соль-то мелкую бросала дать берег очень вкусно шикарно похоже на настоящее скажи честно не похоже на настоящее поняли турецкий муж что сказал для русской жены это не похож это настоящий еще раз повторить погромче а то очень тихо субери да все выключи хватит будем кушать да все вот девочки и мальчики приятного аппетита если понравилось стайки ставьте лайки нам спасибо вам большое что выдержали мою болтологию как режет беречь и покажите муж бей покажите нам покрыт вот так решит а внутри что давайте посмотрим девочки очень вкусно а сейчас баба она и посмотрит будет вах 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 увидят и позвонить нам обязательно ну давай покажи как резать я тебе говорю он должен постоять давай порежь это не таким ну что делать девочки такой специальный берег чинож есть шикарный вот так вот мы вы можете не обязательно покупать ювка можно накатать самой и сделать шикарный берег только не соленый для мужа вообще не соленый покажу мой шикарный девочки рекомендую потрясающий вот видите не сырой потрясающий великолепные девочки обалдеть просто как вкусно